Пошли гулять. Я никуда не хочу. Так вот, мы бежим до снега. Что-то пошло не так. София один раз даже сбежала. Ситуация, которая, ну, просто была угрожающая. И докситр просто потерял мою собаку. Ну, привет. Я и не Мэджик, со мной это мои питомцы. И я впервые в жизни оставила всех своих четырех собак абсолютно чужому человеку, докситеру. И хочу рассказать вам об этом и показать, как это было, как они провели почти неделю без меня. Мы очень соскучились по вам. Нас довольно долго не было на канале. Всякое в жизни случается. Возможно, в ближайшее время, может, в инстаграме или на канале я поделюсь с вами произошедшими событиями. А сейчас я очень прошу вас поддержать это видео лайком. Без вашей помощи YouTube просто может не заметить его, к сожалению, и написать длинный комментарий. Тем более, что я отвечаю вам на них, ставлю сердечки и случайные даже появляются в видео. Ну, а наш путь к трем миллионам и новому питомцу продолжается, поэтому подписывайтесь скорее. Так вот, когда я унываю, мне очень помогают не только пушистики, но и валяться с ними в кровати, погружаться во что-то полностью с головой, например, в игры. И я недавно реально зависла просто в Легендах Дракона Мании. Я вам немного покажу. Это очень классная такая яркая и красочная мобильная игра. В двух словах даже не описать, сколько там всего можно делать, потому что там еще много мини-игр внутри, сражения между драконами, прям онлайн с другими игроками. Всякие акции, задания за награды. Но больше всего мне понравилось выводить милых дракончиков. Ааа, их там так много, больше 500 видов, и они все такие хорошенькие. Смотрите, например, у меня есть дракончик принцесса, такая лапочка. Кормишь эту няшку, растишь из нее большого дракона, развиваешь, тренируешь, прям как с настоящими питомцами. Видите, она появилась у меня в комнате. Это в игре есть режим дополненной реальности. Нажимаешь на дракона, на иконку фотоаппарата, и он как будто прямо тут. Я вывела уже много дракошей, они все реально очень разные внешне и прям с характерами. А еще очень интересно расширять территорию, покупать острова, у меня уже несколько, строить на них фермы для еды, жилища для дракончиков, украшать их всякими зданиями, декором. Короче, все для таких, как я, питомцы и уют. И они в честь женского праздника, кстати, запустили серию игровых событий с 8 по 14 марта, где можно вывести цветочных драконов и собрать такой драконий букет. Это очень прикольно, я уже их вывела. Розовый цвет, синий цвет, лепесток, ноктюрный, радуга. Причем я назвала их именами моих животных, мне показалось это мило. И круто, что в этот же период все игроки получат подарки, вип-билеты и дополнительные гнездовья для выведения драконов. И очень классно и полезно в этой игре иметь друзей, друг другу помогать, ходить в гости прямо в аккаунт. Поэтому, ребят, я зову вас всех поиграть со мной. Я в описании оставлю ссылку на скачивание и свой код дружбы, так что качайте, приходите в гости и будем играть вместе. А я столкнулась с такой проблемой. Я не знаю, что происходит в этой вселенной, но видео нашего разговора с Докситером, которое я снимала, просто таинственным образом испарилось. Его нет на камере, на карте, на компьютере. Просто вот нет и все. Хотя я его снимала, и это было достаточно длинное видео. Но, к счастью, сохранились видео, которые снимала она, пока мои собаки были у нее. Просить! Просить! Чем мы занимаемся? Мы просим! Вот так вот мы все дружно просим! Вот-вот-вот-вот мы все дружно просим! Да, ну-ка, просите, просите! Или танцевать, и вот танцует! По сути, Докситер это няня для собак. Все тихонечко спят, все тихонечко дрыхнут. И я подумала, что вам будет интересно узнать мое мнение, мой опыт. Я поехала в Сочи. И так как я не могла полететь на самолете со всеми четырьмя своими собаками, я решила, что справедливо будет не брать никого. Я заранее списалась с Катей, и мы все обсудили. Юмичу, пойдем гулять. Пошли гулять. Я никуда не хочу. Юмичу. Юмичу, ну пойдем. Юмичу, ну пожалуйста, пойдем гулять. Юмичу, ну пойдем. Я вам расскажу, что произошло у Кати на прогулке с Юми, и это очень важно. Мы с Катей познакомились заранее. Я с ней встретилась, я приехала к ней, и мы с ней пообщались заранее. То есть в случае, если вы хотите оставить своего питомца где-то, вы должны обязательно, ну если нет возможности приехать и познакомиться вживую, а это самый лучший способ, то хотя бы попросить видеозаписи, место, где он будет жить, квартиры, фотки и пообщаться с человеком лучше даже по видеосвязи, чтобы понять, что у него там в голове, не псих ли он и вообще все ли нормально Здесь мы еще быстрее бежим, так вот мы бежим до снега, так бежим, бежим, бежим быстрее, какие у нас м Indiana, какие мы, как мы бежим В моем случае меня успокаивало то, что их четверо, они семья, это компания, и им может быть не так грустно без меня, как если бы это был один песик, который очень привык к своему хозяину Давай, давай, моя хорошая, давай, Миша, давай Вот молодец, молодец, умница Я порадовалась тому, что собаки все, как только я уехала, не перестали кушать Потому что стресс, и собака может просто перестать есть, перестать ходить в туалет Ну, это реально вот всякое может быть Перед поездкой обсудила с Катей все в мессенджере Первое, это то, что нужно дать с собаками Если докситер просит у вас только корм, чтобы, ну, понятное дело, не тратить свои деньги, он и не должен То это очень странно, потому что любой нормальный докситер скажет вам, что собачке, чтобы не скучать, нужно взять свои игрушки, свои лежанки Обязательно ошейники, поводки И я на всякий случай еще дала такой вот пластиковый вольерчик Ну, вот вдруг что-то произойдет, кто-то придет в гости Какая-то ситуация, в которой нужно будет оградить собак И пеленки на случай, если, ну, что-то вдруг нельзя никак выйти на улицу, есть пеленка И, понятное дело, корм, платинум, который кушают мои песики Большой мешок, чтобы точно хватило всем Ну, и миски Кто первый пройдет по лабиринту? Ну-ка Эй, вон ты перехитрил Юмичу Миша пошла изучать лабиринт Миша, давай Миша аккуратно крадется И опа, добыча Ну, к Софии отняла Второе, это обязательные инструкции Если вы сами не знаете, что сказать человеку, то пусть он задает вопросы Катя задала мне очень много вопросов про моих собак Очень много подробностей Какие у них взаимоотношения Кто как ходит в туалет, кто как реагирует на то или на другое событие Кто как спит, где они спят, что они любят, во что они играют, что они умеют Как они себя вообще ведут в жизни Вопросов было очень много, разговоров очень много И я старалась все подробно рассказать Но то, что я рассказала ей о своих собаках Не совпало с реальностью Что-то пошло не так Понятное дело, что в общем характеры, конечно же, собак не изменились Но они делали такие вещи, например, которые со мной они не делают Мне очень жаль, что не сохранилось видео, где я спрашиваю Катю о том, как они себя вели Чтобы она рассказала вам, как посторонний чужой человек Потому что это абсолютно другие эмоции, чем если это расскажу вам я Понятное дело, что прям резко вот так вот совсем поменяться нет Никто не поменялся, но, например, Миша частенько жила какой-то своей жизнью И даже писала у Кати в кухне То есть она сидела с ней в комнате со всеми А потом раз такая тихонечко уходила и в кухню там пописать Серьезная на самом деле проблема И я благодарна, что человек нормально к этому отнесся Потому что кто-нибудь другой просто сказал бы, эй, слушайте, мы так не договаривались Из-за этого, например, Кате пришлось все-таки использовать пеленки Чтобы Миша так себя не вела Вот есть ребенок, он дома такой, а когда он попадает в ситуацию, где все можно Где его очень любят, где его просто лелеют и скачут вокруг него И нету родителей, которые могут поставить его на место Он начинает быть избалованным и делать все, что хочет Такие, уху, у нас каникулы, можно трешить и тусить И вообще, да, вы обрадовались? О прогулках тут я, конечно, вообще удивилась Господи, запутали, запутали Эйвона Эйвон, выпутывайся Эйвон, предводитель стаи Я всегда гуляю, если я в Москве или где-то гуляю по парам И гуляю Эйвон и Миша, Софи и Юмичу А чужому человеку, Кате, это было не очень удобно Она сказала, что Миша намного лучше гуляла с Софией Они вдвоем и Эйвон с Юмичу Это для меня странное очень сочетание Потому что я гуляю абсолютно по-другому Еще я безумно сильно переживала и беспокоилась Я думаю, меня поймет сейчас любой хозяин Не обязательно собаки, но любого другого питомца За то, что они будут очень сильно грустить И мне повезло, что Катя, во-первых, очень любит животных И она уделяла им огромное количество внимания Я сейчас скажу самый тоже важный пункт, наверное, в док-ситинге Что должен обязательно делать док-ситер Катя, давай, давай, молодец Молодец, давай Ну, не хочешь Миша, ну давай Они постоянно чем-то были заняты Плюс их четверо Но она сказала, что Софи реально грустила дольше всех Потому что она, видимо, ко мне привязана намного больше Вторая была Юмичу И Юми долго не хотела знакомиться с Катей То есть она была очень отстранена Она не хотела дружить Только через время она все-таки приняла И стала с ней как-то контактировать Софи один раз даже сбежала от моих очень близких людей У которых она была Когда я уехала вообще там на один день И она сбежала в поисках меня Поэтому я очень переживала, что ей будет тяжело Но в конце концов она начала попрошайничать Взять ее на ручки, на диван Это когда кто-то один на руках А всем остальным это очень не нравится Софи против Она говорит о том, что нет Я тоже хочу на ручки Софи, ну ты же сейчас пойдешь на ручки Вы же по очереди ходите на ручки Эйвен проявил себя как мудрый пес Гулял очень активно Был веселый В остальном даже как будто и не особо переживал, что меня нет И она сказала, что Миша точно так же Как будто тоже не особо переживала, что меня нет Я всегда замечала, что в Эйвене Что Миша какую-то такую независимость от меня У нас даже если честно признаться В семье есть шутка, что они Вот реально придет другой человек Возьмет его на руки, отнесет И он будет его любить так же И даже Катя, она это заметила Две секунды назад Эйвен спал Ну как только стоит мне достать телефон Мы сразу просыпаемся Поворачиваемся кузиком Чтобы нас потесали Вот так вот Но меня очень порадовало то, что когда я спросила Катю Комфортно ли ей было с моими собаками сидеть Она сказала, что да Потому что они очень воспитанные И знают какие-то простые жизненные вещи Типа как заходи, выходи К себе Ко мне идите К команды То есть благодаря этому Ей было проще Вот тот самый важный пункт, про который я хотела сказать Это то, что докситер обязательно Просто вот обязательно Сто процентов должен ввести какой-то отчет И Катя писала очень подробные длинные сообщения Присылала мне видео и фотки того, что происходит вообще Рассказывала про какие-то ситуации, которые возникли И для меня это было очень важно Когда я не нахожусь рядом Знать, что у них все там нормально Мы никогда не знаем, что может у чужого человека Который неделю сидит с твоими собаками Произойти опасного и страшного Пока тебя нет И такое случилось с Юмичу Ситуация, которая ну просто была угрожающая И мне понравилось, что Катя об этом рассказала честно Если бы она это скрыла И потом бы я заметила в Юме какие-то подозрительные моменты Я бы задумалась, откуда они взялись И возможно бы могла подумать на нее И это было бы хуже Во дворе у них взрывали салюты Я думаю, что каждый из вас знает, что салютов собаки боятся Очень многие, очень многие нервничают Могут сильно испугаться И это случилось с Юмичу Они были на прогулке и во дворе взрывали салюты И Юме очень испугалась салюта И практически вот начала вырываться, выдираться Просто дернулась И если бы она сорвалась с поводка Возможно, она бы куда-нибудь побежала, убежала И докситр просто потерял мою собаку Но этого не произошло Катя хорошо следила за тем, что у нее ошейник был нормально надет Видимо, поводок, рулетка и так далее Все было под контролем Хорошо, что в нашем случае это для нее прошло бесследно Я, по крайней мере, на это надеюсь Но это могло случиться с каждым, в том числе со мной С вами, с кем угодно Если вы вышли на прогулку с собакой А тут такое взрываются салюты И собака этого боится Я реально нервничала И очень переживала И скучала, конечно же, по своим песелям Очень соскучилась по ним, как и они По мне И у нас есть кадр, который сняла Катя Когда я вернулась Кто играет? Кто играет? abуди Все, 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 все Самое главное, наверное, для меня оказалось это то, что докситер должен любить собак Любить их, быть собачником в хорошем смысле этого слова Потому что если человек делает это просто ради денег, это совсем другая история Помните всегда, что это няня для собаки, которая будет сидеть с ним и выполнять то, что нужно выполнять Человек, который проводит с ними время, оберегает их, следит за ними, кормит, поет, гуляет, играет, уделяет какое-то внимание им Но не дрессирует, не воспитывает собаку Это вы хозяин, вы должны дрессировать собаку Вы можете сами походить к кинологу, сами заниматься с ней Но давать возможность человеку, у которого, кстати, может вообще не быть никакого кинологического образования, никакого опыта абсолютно Это может быть просто человек, у которого есть дом, он работает удаленно и может сидеть с собаками и любит их А бывает и не любит, как я говорила, люди просто, бывает, зарабатывают деньги таким образом А еще есть обратная ситуация, когда люди хотят, чтобы докситр дрессировал и воспитывал собаку Так вот, это тоже не работает Есть самые разные сайты и приложения, где зарегистрированы докситры Там можно даже почитать отзывы и рейтинги посмотреть Я внизу в описании оставлю контакты нашего докситра Кати, которая сидела с моими песиками И очень нам понравилось, и мы обязательно к ней вернемся, если нам вдруг понадобится Ну что ж, сегодня на канале Magic Pets, в канале питомцев, тоже вышло новое видео Переходите по ссылочке в описании, смотрите его Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии Увидимся скоро в новых роликах Субтитры сделал DimaTorzok